Героя. Анти-мейдж. Очередь команды Сил Света запрещать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Очередь команды Сил Света выбирать героя. Очередь Team Empire выбирать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Куин оф пейн. Хе-хе-хе. Приготовьтесь к битве. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Думаю, многие как раз-таки, несмотря на то, что у нас уже квалификации идут всю ночь, встали посмотреть именно на Европу, потому что все-таки Европа — это наш регион. В европейских квалификациях, по-моему, шесть там СНГ команд или что-то около того, но огромное количество. По-моему, только одна несколькая команда была приглашена на квалификации. Ну и, собственно, две команды отобрались. Отобрались они не из СНГ, это лондон конспирации и как раз маму сбой, но просто потому, что в СНГ уже просто некому, по-моему, было отбираться. Ну, пэры могли, могли, да, но немножко не пошло. Эх, ну, хотелось побольше СНГ команд, конечно, на Европейскую квалификацию, но, в принципе, и так их там штук семь получается, это более чем достаточно, я думаю, да. Да, ну и давай пробежимся быстренько по персонажам, пока у нас еще тут не начался замес. Да, давайте начнем с мамы с поезда. Так, Пайкат будет играть на Киригирокоптере, Хук, Медуз играет на Бремастере, Ябзор, Суппорт, Вичдоктор, Саксо будет вторым Суппортом на Дазлике, ну и на Флейне будет стоять Секси Бамбу на Тарксире. Ну и команда Эмпайр. Ну, Фир играет на Чене, Алоха играет на Оракле, Хвост на Антимаге, в миде у нас Резолюшн на Квин оф Пей и Фанник на Спиритбрейкере. Новая обновленная Империя, но относительно новая. На самом деле у меня они очень хорошие впечатления были по их последним матчам, но посмотрим, насколько хорошо они выступят на квалификациях. Все-таки это сейчас для них основное, чтобы там они не выигрывали, ничего не может быть важнее в ближайшее время, чем отобраться на Мейджор и побороться там за победу. Интересное начало от Чена, он не идет в свой лес, чтобы там ему никто не мешал, занимает сразу вот этот вот кемп, в общем-то, который и сделан во многом для того, чтобы... ну, не то, чтобы сделан для того, чтобы Чену облегчить, но этим стоит пользоваться, особенно если тебе как-то мешают. Здесь ему не скажешь, что шибко сильно мешают, но вот он решил вот так вот уйти. Ну, действительно, почему бы и нет, тем более, что один из вардов Мамос Бойс поставили краски в Чужие Леса, ну и так вот Чен не палится под этим самым вардом, забирает другого крепочка, и сейчас имеет возможность кого-то даже загангнуть, хотя бы только кто-то не выслал. Он может фармить два больших компа и вот этот подфармливать средний, при этом не палится на варде, и соперник не будет знать, где он находится, и все время пугаться. Башню Семь, наверное, не жми, атакуют. У нас загоняют фаника на харде, ну, фаник довольно прочный, спиритбрейкер. Интересно вообще, Империя перевернула свой пик, взяли бы вначале, казалось бы, такой суровый пуш, а потом вот это перешли так вот в антимага с довольно суровой агрессией, с хорошим давлением. То есть для антимага здесь, по идее, пространство будет огромное, и, честно говоря, интересно будет посмотреть, как же все-таки его будут здесь убивать впоследствии Мамос Бойс. К слову, Мамос Бойс, точнее, хочется их Манки Бизнес, почему-то назвать, за этого тега. Не повредились на то, что там будут пушить Имперцы или не будут пушить, не стали каких-то супер отпушивающих персонажей брать, взяли свой пик. Пик более чем стандартный, единственное, наверное, то, что Брюмастер может радовать своим появлением. В целом, чему бы и нет. Да, Брюмастер — это очень интересный персонаж, который вот опять с этого патча вернулся немножко в доту, во многом из-за того, что в целом она стала побыстрее, и как раз-таки он заходит хорошо. Но вот я еще ни одного прямо крутого Брюмастера за все время не увидел. Посмотрим, сможет ли он здесь показать себя во всей красе. Есть ему чем заниматься, безусловно. То есть за месяц нужно будет держать дизей для Оракула, не давать ему подхиливать и такидывать бафы на, собственно, того же самого антимага. В драках это будет крайне важно. Поэтому от рук астости этого самого КК будет очень многое зависеть. Чуть не отъехал от Resolution, сейчас только что. И потратил реген в никуда, немножко неприятно. Это, мне кажется, стоило ему поспокойнее сыграть. Он побоялся, что умрет, может быть, нервничает еще. Довольно сильный, несмотря на то, что милишник, этот Брюмастер. Вот только сейчас он почему-то берет Drunken Brawler. Довольно ценный спелл, учитывая, что сейчас гарантированный 100% мисс во время первого удара и 100% крит. Можно неплохо меняться, но, да, немножко здесь Брюмастер просел. И Resolution выходит вперед по крипам довольно-таки существенно. То есть у них буквально было там 8 на 10, сейчас уже 16, 17, а Брюмастер все еще сидит со своей восьмеркой. И не скоро он здесь получит возможность добивать кого-то. Зачастую мы привыкли видеть, когда на миде постоянно суппорты помогают, но здесь такая ситуация, что милишник стоит против рейнджевичка, и милишнику никто абсолютно не помощник. Ну, вообще никто не приходит ему как-либо подхлоповать. Поэтому Хук действительно страдает, и будучи героем с лишней атакой, не может туда идти просто к Resolution. Ну, Resolution этим, безусловно, будет пользоваться. По минимуму по крипам линию он свою выиграет, ну а дальше, как покажет, и будет развивать своего героя, мы увидим. Во всяком случае, нужен левел 6, нужен сапог какой-то, который он, кстати, должен нести уже. Ну, ТП-шку пока не несет, в принципе, Resolution никуда не собирается. Возможно, к нему скоро уже придет No Fear. Поддержу, что действительно, ну, Клопа посильнее Брюмастера, но, на мой взгляд, все-таки слишком он как-то, слишком сильно он просел. Прямо вообще, особенно сейчас, и продолжает от него Клопа оторваться. Это очень неприятная ситуация для панды. Сейчас забрал ДД, купил себе стик, потихоньку-потихоньку свое пытается взять. Также стоит отметить, что у антимага пока что ситуация более или менее. Он, вроде бы, фармит, но фармит не так много, как мог бы, не так много, как тот же Герокоптер, и плюс очень много отдается Дарксиру. Дарксир чувствует себя шикарно, у него уже есть аркан-батильники. Вот это как раз та самая ситуация, которую описывал Зик в аналитике, говорил о том, что действительно Даззл будет помогать на начало этому самому Дарксиру, создавать для него определенные условия, чтобы он получал фарм, и он действительно его получает. И смог. Смог от Чена и Оракула, два крипа, пытаются никого-то поймать. Очень тяжело здесь с Дарксиром. Единственное, вот вопросы к Даззлу большие. Даззл на хард-линии, у него в двойку поезон-тач, на единичку хил, и сейчас будет не очень просто секси-бамбур. Но напали на Даззла. И Даззл успевает получить четвертый левел в последний момент и накидывает на себя Грейв, но выживает. Фантастика. Просто как же ему повезло этого Даззла. Вот немножечко пораньше бы вышли ребята из Эмпайр. Не получил тот самый левел Даззл. Скорее всего, отправлялся по Паверну вместе с Дарксиром, но действительно уровень был получен, сразу воспользовался этой ситуацией. Но не растерялся, это самое главное. Очень быстро все сделал, очень. Он буквально вот получил, и сразу же Грейв уже на нем лежал. Красавчик, размикрил. И конечно то, что он не просто так стоял и рисковал, он именно за этим четвертым левелом в принципе и стоял здесь. На линии настолько близко. Да, чтобы получить. Но в итоге Эмпайр сейчас потратив смог, не сделали удачного ганга. Следовательно, у них тоже и пушить не получилось с этого же захода. Немножечко времени теряют, но старается на эфир как-то сейчас это дело восстановить путем фарма лесных хребочков. Двордом бегает, бегает вместе с Ораклом, что интересно, кстати, с интришником не спалили об сервер. В итоге, все, всю информацию имеет Мамас Бойс и не страдает. Квопа там куда-то у нас ушла. Квопа пошла у нас, ага, гангать низ под смоком. Кстати, тоже оставив при этом мид-линию для Хука. Хук будет спокойно получать свой фарм левел 6. Но вот вопрос, удастся ли гангать сейчас резолюшну. Потому что, казалось бы, прокаст у него есть. Фаник тоже готов левел 3, правда, без сапога, но, тем не менее, может чардж заюзать. Непонятно, кого здесь убивать. С прокаста ты, скорее всего, не вынесешь ни Вич-доктора, ни Герокоптора. Ну, должны Герокоптора убивать, если он выйдет. Вот возвращается хвопа, но инвиза уже нет. Да, пошли на Вич-доктора все-таки. Вич-доктора убьют. Не успел сейчас на финн, он здесь потил от стана. И с прокаста резолюшн-таки убирать. Ферлсблат. Немножко не дотерпели, видели, что квапы нет на миде, но все-таки не захотели засесть и аккуратненько поформить. В итоге Ферлсблат, но, с другой стороны, это все на все Вич-доктор. Плюс ко всему, довольно-таки долго квапы не было на линии, за счет этого Брюмастер здесь смог подформить. Знатно у него уже 6. Ну и, в общем-то, по-прежнему, по-прежнему Дарксир с антимагом стоят наравне. Однако они уже догоняют оба, причем, Герокоптора. Ну, вообще, пока что для антимага все хорошо. Он, начало стоит здорово. Там на Ферлсблат заходят, еще ДТП делается. Там Саксу пытаются прижать как-то. Шуткает по полу бета, пытается ТП, что Монавойт убивает МТП. Точно его убивают. Ну и дальше пытается резолюшн подмять еще и Сакси Бамбу. Но Сакси Бамбу на Сержей благополучно ушел. Тут довольно-таки большой вопрос, насколько это хороший фраг. Все-таки опять саппорта, только на этот раз не Ферлсблат, но перетянулась и квапа на верхнюю линию и пришел сюда так же. Ну, пришли все абсолютно, то есть мид простаивал. И здесь не так много получили. Сейчас вот из-за чего того, что Чен, может быть, не самые удачные вылазки делает, квапа старается полностью взять на себя роль такого создания спейсера, что ли, для своей команды. Очень много бегает резолюшн. Был внизу, был на топе, стоит на миде тоже. Старается везде преуспеть и везде своей команде помочь. Опять у него инвиз. Опять у него, так сказать, инвиз. То есть бывает возможность еще раз кого-то прогангать. Ну вот единственное, что смущает, конечно, то, что вот No Fear с Ченом не так не добираются до чужого тавора. Здесь Тарксир просто чувствует себя великолепно. У него там арканы, 600 монет. Очередной выход. Вот смогут ли убить его? Вот еще вопрос. Сейчас должна быть сетка. Да, сетка вешается на сексе бамбу. Вакуум. Ваши силы не на нижней линии. Вакуум просто вот, чтобы выиграть доли секунды вот эти. И этого хватает. Очень все хорошо сделал. Опять Чен не смог выйти. И по-прежнему, ну, довольно-таки плохо все у Чен, потому что он пытается выйти. Он не фармит. Из-за этого у него и фарма нету. И ничего он не делает, разве что левел. Ну вот взял себе арканы, 6-й левел. Хотя нет, в принципе, с фармом у него все нормально. Я думаю, что у него совсем один сапог. Но как раз-таки ему долетел вот этот аркан-ботинок. И все получается довольно-таки неплохо. Ну, единственное, что вот действительно пушить не получается. А так, так норм, да. То есть у него нетворст, в принципе, не самый плохой. Лучше, чем у суппорта, как на карте. И не так много там уступает тому же оффлейн Даркси, вот так сказать, для героя четвертой позиции. Ну, вот единственное, конечно, вот товара не сносится, соответственно, дополнительные деньги на команду не зарабатываются. И такого командного ускорения по деньгам они не получают. Это, возможно, минус. Ну, в целом, пока ситуация, в принципе, нормальная у обеих команд. Да, два там фрага есть в Империи, но выиграют они всего лишь там 500 голды. Не так много. Ну, и, в принципе, ребята из Мамос Бой свой фарм тоже получают. Брюмастер скоро будет с блинком. Как раз такой интересный тайминг получится. Брюмастер с блинком, гирать с шестым левелом. Дарксир там, возможно, даже фарманет себе скоро Мекку. И довольно сильный получится у Мамос Бой в этот момент выход. Квин оф Пейн. Находится Экси Бамбу, здесь же Спирит Брейкер, но никуда они уходят. Да, что развернулся Экси Бамбу, Назерстрайк получает. Фанник, который только-только недавно себе его в шестой адмал. Ну, и вот теперь хороший выпад. И, что самое важное, на этой линии никого не осталось. В таверне, да, в таверне 25 секунд будет находиться Тарксир. Следовательно, есть возможность Табор просто-апросто пропушить. Естественно, Мамос Бой не будут на это отвлекаться. Но они, скорее всего, в параллельном, смотрите, там они уже очень сильно надамажили. Они даже быстрее снесут, причем гораздо быстрее. А здесь еще и могут успеть задавить. Если гирокоптер сейчас перетянется... ТП-шки нет. С ТП-кулдаун у Вич-доктора и только удалует ТП. То есть, у кого я без ТП-шка нет. Как раз-таки, тем более, что это равный размен будет один в один. Ну, и с ченом СВО вот этой суперогромной армии пока что не драться. Тем более, что Тарксир как раз-таки еще Мекку свою не дофармил. А сейчас несется линия, и будет возможность как раз-таки много крипов подфармить. Пошли вперед у нас дальше Эмпайр, но вряд ли мне не удастся пойти. Пошел куда-то разгон от спиритбрейкера. На кого это? На криповки ты притягиваешь. Да, видимо, просто на крипов бежит. Так и есть. Просто задэфить нижний лайн. Вич-доктор потихонечку взял урну. Обе команды потихонечку свой набирают фарм необходимый, свои артефакты. Хочется отметить, что игра разворачивается неторопливо-то. Особо три фрага всего было сделано за 11 минут. Нет какого-то супер-экшена. Но убийства мы тоже много с вами не видим. Вроде бы каждый занимается тем, чем должен заниматься. Но трэша никого не происходит. Игра очень аккуратная. Но вот только сейчас фук может отнести какое-то разнообразие для своего коллектива. Сделать первый килл, потому что есть у него блинк-дагер. На мит он перетянулся. Гирокоптер, Вич-доктор тоже здесь же. Но вот как поймать резолюцию? Что они собираются делать? Как его поймать? Даже если они как-то все очень круто сделают и заставят клопу, и успеет Оракул спрятать в ультимейт и накидать ей хилов. Поэтому здесь без особо каких-то шансов. Очень бездумная, на мой взгляд, перетяжка. Не знаю, что они тут в вышку собрались пушить, судя по всему. Ну, надо через ганг, безусловно. Вот если бы не было здесь резолюции кто-нибудь другой, они бы скорее всего вырвались и пытались убить. Например, очень хорошо бы там залететь на Оракул и его быстро растерзать. Но на клопу действительно смысла вырваться. Никакого нет. Ну, абсолютно бездумно. Просто пришли в мид, два кор-героя встали, и один там чен фактически с клопой их прогоняют. В этот момент гирокоптер вообще ничего не делает на карте. И спиритбрекер фрифармит на нижней линии. Здесь импайр сейчас очень сильно отрываются. Да, ну как-то вот не очень мамосблэк получилось. Они четвером уже стягиваются на мид-линию и продолжают здесь стоять. Никто никуда не перетягивается. Только-только гирокоптер понял, что нечего здесь делать. Просто овнет торнадо вот это одно, которое на миде стоит. Да, оно закончилось, но и пуш закончился. Ну, пуш как такового здесь и не было, да, в итоге. Но пайкат пошел на топ. Пайкат будет сейчас стоять и топливо не пытаться как-то подмять. Очень неудобный пик вот этот гирокоптер, ну, для гирокоптера пик у Империи. Обычно он на шестом, на седьмом пытается выйти кого-то убить, а здесь два кор-героя с блинком, и он не может их за счет колдауна нормально зафокусить. И, в принципе, цеплять нечем. Вот вообще нечем цеплять, если смотреть на Мамос Бойс. Как они могут подцепить клопу Аэма, непонятно. Им самим бы какого-то спиритбрейкера, но его нет. Ну, надеюсь на то, что премастер будет как-то микрить, выдавать станчики, но, опять же, это стан, который долго летит, и от него благополучно можно просто-напросто отблинковаться. Ну и касты, касты, это тоже непредсказуемо. Башни сил света на нижней линии. Фак, что они залетят так, как надо. В итоге вот так вот перетягиваются Мамос Бойс, то на мид-линии побыли, то на нижнюю линию пришли. Все это под виженом ребята из Эмпайр, поэтому благополучно они уходят, когда это нужно, ну и выходит, когда нужно пофармить. Ну вот и из-за этого и нофира появляется уже поинт-бустер с выходом, погоним. И антимаг против Дарксира сейчас уже смотрят очень даже неплохо, за счет того, что теперь Сверенс Хабариген хороший. Ну то есть везде можно стоять. Ну вот здесь снизу может быть рак какая-то. Паник вместе с Алохой на Саксу. Другие каски неприятные. Спиритбрейкер ультует, попадает сейчас в Секси Бамбу. Полс промается и тапаут. Все отлично делает Алоша. Не сбил ему, и в итоге ульт-чен, естественно, выживает. Даракулу, у него полный ЭКП, попытка зацепить спиритбрейкера, цепляют его, пытаются переключить, чтобы хватило маны на разгон, но маны не хватает, в итоге Фанику убивают. Слишком много МП еще требовалось и не хватало. Просто никак даже с переключением ПТМ. Еще нофира мог подцепить, ты посмотри, как ухныряют дальше. Есть Клэп, что ли ты, он не тратил, дает он Праймус Клик. Из-за нофира можно идти дальше, откидывается с Танчиком. Я бсуар, тоже Малетик накидал. Он убивает там нофира и помогает. Опять-таки Алохо. Курьер Сил Света был умер. Килит, Алфир, таки падает, все. Там Чикофф Пауар, варвалась. Ну, стракт продолжается. Ябзор сейчас будет умирать. Ябзор, ябзор, ушел, смог сделать ТП-аута. Ладно, хвост на Саксу. Пановой там сбивает ТП, тут все отлично. Ну и Хука теперь нужно тоже убивать. За ним до конца прыгает резолюцию, нужно как-то добить, дает скрим. Хук пытался даться от крипов, но он довольно-таки жидненький, уже такой, и его крипа так просто не забирают. Ну и в итоге два фрага таки смогли сделать Эмпайр так же. Размен получился 2 в 2, по идее. Да, в общем, получился у нас действительно размен 2 в 2. Спирит Брейкера и Чена на Брюмастера и Базла. На мой взгляд, размен в пользу Тим Эмпайр. Очень такая, конечно, долгая и вязкая драка получилась. Но вот, наконец-то, Брюмастеру удается впервые ультануть. И посмотрим. Гирокоптер вообще не участвовал в этом поединке. Он форманул себе Доминатор, куда-то с миды перетянулся на топ. Формить сейчас стаки различные. Пытается как-то не отстать от антимага по фарму, видимо. Видимо, да. Ну вообще, конечно, Мамас Бойс немножечко наглели, прямо скажем, лезть под Сир-3 вот так вот. На 14-й минуте, когда у вас не было кило вообще никаких сделанных. Это чистой водой суицид, и немножко пострадали. Ну посмотрим, чем будут дальше заниматься. Пока так, Гирокоптер действительно занимается фармом. Вот у него Доминатор есть. Я ищу Сумона, который бы делал мы какие-то стаки, но его не нахожу. Башню сил тьмы на центральной линии атакуют. По-моему, он только купил его в верхнем магазине. Еще ничего не успел даже взять. Ну, крипов-то зафармил. Нейтральных там можно блоков-то вытянуть. Ну, можно, да. Можно здесь Сиренджа было взять. Ну, там те времена, ты посмотри, какие варды ставит Эмпайр. То есть, довольно агрессивные варцы. Были бы видны абсолютно любые стаки и переключения противника. Опять Дорнадо, которая овнит всю команду, но здесь уже успели выйти пуш. Даззл кастует армор. Ну и что, и в итоге спокойно-спокойно ломают тавр. Интересное решение от Империи. Они будут, видимо, играть без меки. Нападение на Фанника. У Фаника нет разгона. Он только что разгонялся в миг, и Фанника убивают. Да, очень хороший вард. За счет этого смогли поймать. И можно теперь попытаться забрать тавр. Но в этот момент хвост не теряет времени. Он уже перетянулся на верхнюю линию. И уже так же ломает тавр на топе. Да, он там и был. Крепочков аккуратненько подкидал. Не принимал участие в этом убийстве Спиридбрекера. Но Спиридбрекер, кстати говоря, просто неудачно встретил Даззла. И все. И там уже завязалось. С поездом тачки, под замедлением жутким, команда потянулась у берега быстро. Ну, плюс ко всему, и тавр в результате этого забрали. Манда с поезд, что тоже небольшой плюс. В целом свой тавр-то они не потеряли. Еще и снизу смогут попытаться с Денайт. Приходит на сюда Пайкат. Папу отгоняет. Ну и тавр будет с Денайбл. Отлично. Ну, здесь неплохой момент для мамы. Силы света лишили врага награды. Забашну на них. Очень много вардов. Конечно, сейчас Эмпайр поставили на вражескую половину карты. Хотят следить за всеми передвижениями. В этот момент Брюмастер врывается на Оракула. Оракул Хаус Промайс начинает захиливаться. Брюмастер ультует. Камень. Разгон в красную панду. Очень много демеджа. Под хил. Возможно, нет. Нет, по-моему, слишком много демеджа здесь случает Оракул. Он выживает после ультимейта. Вакуум сбивает ульту Спиритбрейкеру. Спиритбрейкер все-таки ультует. Забирают одного Вичдоктора. Здесь же Антимаг. Но Спиритбрейкера забирают. Брюмастер. Нет, Спиритбрейкер все еще жив. Проходит разгон. Хук. Мека его захил. Не должны. Не должны. Еще можно дальше нырять на секси-бамбу, что и делает Хвост. Нужна ему помощь. Нужна помощь. Есть монобоид. Не забываем. ПТ переключает на интеллект. И нет, дальше погоня он не прошел. Ну, опять же, подловили этих наглых Мамос Боис, которые решили под Тир-2 кого-то убить. Опять же, нападают на Оракулы без контроля. Если он успевает себя и захилить, и в ультимейт закинуться и так далее. Очень много времени выигрывает. Для того, чтобы коллектив подтянулся и помог. Ну, и вот такие выходки у Мамос Боис пока явно не прокатывают. Единственный плюс в том, что они... Ну, такое ощущение, что они осознанно это все делают. Так, смотрим на миде. Квин оф Пейн запрыгивает на Вич-доктора. Но здесь рядом Дазл Герохоптер. Раскасовывается как же больный Гирыч. Гирыч абсолютно один. В нему дают маном Боис. Ой-ой-ой, он просто погибает. Тут, конечно, пытаются Хвост-ап отмякать. Хвост-оп уходит из Блинка, элементарно. Резолюшн просто расстреливает противника, дает нюки. Периодически есть у него Блинка. Есть Оркит, не забываем. На себя Шелок-Рейф Сакса пытается уйти. Резолюшн зря, наверное, дал Даггер. Бил албом. Сейчас, только ни в коем случае, и уходит на Блинке. Там разгон пошел. Паник-то. Паник-паник остановился. Нет, не пойдет. Антимаг тем временем погибает все-таки. Чего? Антимаг, я так понимаю, забрал... Боже мой, его там забрал каким-то образом Вич-доктор. А, все-таки Маледикт, который прокачан на 4, кстати говоря. Мне кажется, что скорее даже не Маледикт его забрал, а очень много нанес ему дэмджа какой-нибудь Points and Touch, и Маледиктом уже просто добили. В такой ситуации размен получился неплохим. Пайкат, конечно, там довольно-таки мало сделал, но успел раскастоваться. Плюс забрал одного крипа у Чена. Возможно, кстати говоря, поэтому он никого и не переманивает, чтобы все время в драке у Чена забирать одного. Находит Чена тем временем. Ой-ой-ой, вот он бежит кентавр. Да, Чен здесь ничего не успевает сделать. Сумонов надо вводить. Сумонов надо вводить. Надо вводить какого-то. Вот, где-то крыло какого-то. Ну вот, спрячет его. Может быть, за ним не пойдут. Ну, скорее всего, пойдут, потому что Чену оставлять крипов вообще не нужно. Да, вот туда уже бежит Сакса. Вообще, стали заложником своего вардинга в итоге Эмпайр, потому что они поставили красивые варды, чтобы нападать самим, но когда заходит в их леса, у них вижен там абсолютно никакого нет. Я совсем не понимаю все-таки решение Чена. Он хочет сразу больших крипов себе, но на мой взгляд, когда у тебя в команде Оракул такой артефакт, как Мека, она дает довольно-таки много. По двойной можно захилить Х2, но ни у кого нету неказма абсолютно. Так, на Рошану выходит, да? Ну да, Рошану тут просто. Он заперут, и очень неплохой размин, как раз-таки использует преимущество стороны Дайер, за счет того, что соперник пока что стянулся на топ, ломает им там, нету Чена, можно под шумок забрать. Но какой-то Рошан слишком сильный. Много дэмэджа он, конечно, вписывает. Больше того, вижена здесь нет, у Мамы с Койси, они просто элементарно не могут узнать, не находятся противниками. Могут предполагать, и предположили, кстати говоря, ТП-шки-то уже пошли, Хук неторопливо на бремастер перемещает в сторону Рошпита. Можно залететь в наглое, но уже поздно. И поедет забрал антимаг, и бремастер делает плент-тау, что в сторону своей базы не поспели. Мамы с Бойс в этот момент не прочитали, забрав только Тир-1 Тау, что является довольно слабой компенсацией. Но в итоге сейчас Тимпайр получает такой небольшой плюсик, хотя бы возможность еще хорошо подраться 5 на 5. Башню силы тьмы на центральной линии атакуют. Пошли тут же Мамы с Бойс, что интересно, сами. На Тир-2. Невероятно много у Дарксира. Уже у него появляется сапог, который позволит ему сбрасывать в себя Сайланс. Очень важный сапог под как раз-таки орчат Квапы. И несмотря на то, что Аегису команда Эмпайр очень бодро запушили. Пользуясь опять же тем, что Чен не успел еще набрать. Бремастер тут чуть не убил крипа одного Ченовского. Забрали Тир-2 и потихонечку растягиваются обратно по карте. Ну и сплитит. Сплитит очень жестко. Сплитит хвост на топе снизу. Оракл, что интересно, тоже сплитованием занимается. Алоша купил себе такой интересный астепакт линзу. Ну для Оракула нормально, потому что у него не суперогромный радиус. Сейчас может встрять, сейчас может встрять. Да, он здесь. На себя ульту. А дальше что? Ну нет, без шанса. Здесь у спасения, конечно. Вообще, опять же, вот как выиграл время, там резолюшн чем занимается, с Курьером погнался, что ли? Боже, резолюшн. А, да, резолюшн. Он, видимо, ультанул в Курьера и промазал, судя по всему. Он уже разок убил с ульта Курьера, насколько я понял. И сейчас пытался еще разок. 3.04 у Романа пока что. Очень хороший у него када. И очень много делает он для своей команды. Топовый нетворс. И как раз-таки для антимага вот это раздолье, когда он может фармить абсолютно все. Насколько я понимаю, задумка Чена просто вот в том, чтобы антимаг мог фармить леса, чтобы забрать, просто забрать больших эншентов. Они не умирали, все, и антимаг разгонялся. Но, не знаю, быстрый агоним это, конечно, круто. С другой стороны, непонятно, что с этими большими крипами делать будет Мама с Бойс, если вот на них пойдет такая самая Арава. А чем отбиваться? Его без физического дэмэджа такую Араву не убить, а у них, у гирокоптера пока что там доминатор какой-то жалкий. Лаванда, конечно. Сержин Яша только-только собирает. И этого тоже будет недостатка, что очень плохо для Мама с Бойс. То есть непонятно, как убивать больших от этих крипов. Более того, еще и хвост будет. Антимаг, которому тоже можно определенно физурум дать. И будут проблемы, будут проблемы, когда этот самый агоним насобирает себе Чен. Пока этого не произошло, Мама с Бойс сами пытаются играть первым номером, то есть атаковать, пытаются снести Тир-2. Вот сейчас он опять-таки прыгает по Алоху. Алоша, Алоша на себя полус-промайс. А, нет, у нас там больше кила. И получает кила еще от Чена. И... и... Ну нет, там Малитик. Малитик, но он успевает полус-промайс откатить. Он накидывает на себя первый килл, второй килл и... Должен выжать. Да, очень много. Но очень много кила, конечно, наносится под этим ультимейт. Разобнажается на два. Антимаг сносит тавр, идет дальше, сверху. Уже подкушил резолюцию, использует фортификейшн. Заходят на хайграунд, начинают просто бить бараки. Среди Малитика ходит. Среди Малитика, просто встал с там врага. Под имбисус, прятался под этим шадом амулетом. Может быть, сбивать какие-то тпшки собирается. Но что у нас? Винувпейн уже практически сломала тавр, но здесь ломают пять героев. И явно делают они это побыстрее. Не может, пока Квапар принимать от Квапарта, потому что нет Соник Вейва, ждет фулдауна. И пока сносится на сторону ребята из Мамос Боис. Но Резолюшн с Хвастом тоже не теряют преминку. Ты посмотри, они сносят уже барак милишный, причем барак Саленс просто вешается на Тарксира, и барак упал. А снизу бараки не сбрели ребята из Мамос Боис. Слушай, как они потерялись. Как они потерялись? Такой Филдбекер, разгон Пайкката. Пойзон Тач пошел, Пайкк сразу уходит в Шадоу Блэйк, который просто приобрел. Разручился, нужно сейчас Империю любой ценой отбиться. Ченна пытается подхилить, Ульк не успевает скатовать ничего. Резолюшн пошел, с Хвостом, с Пино. Очень быстро разрывают одного. Иду дальше, Саленс на обзор, это неплохо. Я бы тоже тоже труп. Что дальше? Дальше Пайкката пытается поднять Паник. Паник очень толстый. Минус два спорта уже сделали ребята из Empire. И не должны их после дальше. Там прогиб Оракл от Грюмастера. Но Гардиан Гристос Саленс Бобу пока спасает. Он продолжает свое движение в сторону противника. Паник тоже Чардж дает. Должны они догонять, что Пайкката будет. Занять с Паник Саленс Бобу, или вакуумом получается сбил Чардж, что ли? Да, у него еще есть стенка, но сейчас ему дают самому Саленс. Крэйвзов нету, бамбу здесь заберут. Успел Герокоптер улететь, и для Империи получился очень крутой размен. Хотя, Барак все-таки они тоже потеряли. Правда, рейнджовый. Милишный на рейнджовый, нет, даже оба на рейнджовый, явно для Империи выгоднее ситуация. Плюс, ко всему им проще будет сейчас, из-за того, что линии будут все сильнее раскачиваться. Для антимага это вообще сплошное раздолье. Но, тем не менее, хоть какой-то равный размен, более-менее равный размен, удалось получить Мамос Бойс. И вот у них появляется аганим на Вич Доктере. Там рука пошла, хвост в шмановой части, если он появится, но не с рядышком дазл, все порядок. У хвоста Аегис, не будем забывать об этом, вот из-за чего еще даже не пытались с ним драться. Летит в него ракетка, Фаник есть чардж, Фаник уходит, ракеточка в хвоста, ракета залетает. Он игнорирует просто, наоборот. Ну, да, с Аегисом. Он еще и Мамос Бойс подъезжает, Курьера возьми себе артефакт, сперва артефакт забирает. И забирает еще и Хейст, который очень удачно здесь появился. Как бы там ни было, Мамос Бойс в этом моменте просто проигрались, просчитались. Они не думали, что настолько жесткий сплит в исполнении Эмпайр будет. Два героя, Резолюшн и Хвост просто взяли и снесли в сторону. Мамос Бойс в результате просто не успели этого сделать. И делали очень медленно. Ну и Империя даже в таком моменте получила просто огромнейший плюс сейчас. И 10 тысяч преимущественно их уже стало. Да, вот этот скачок. Ну, тут еще не 10 пока что. По хп 10, да, по деньгам получается разница где-то в 6. По деньгам пока не 10. Но да, и Эмпайр все лучше и лучше. Их ситуация, посмотрим. Там и Курь герои такие отожжены. Если посмотреть по надворцам, вот этот антимаг, это Квапа. Потому что здесь уже у Квин оф Пейнт появляется гиперстоун. Это та самая Квапа через Салкирас, который будет играть, который будет помогать носить пиздпс. Хвост, который... А, Яшу пока тут все приобрел. Где Манта Стайл? А, вот рецепт у него есть. Сейчас появится Ultimate Torp, тоже будет Манта Стайл. Ну, сильные айтемы уже такие. И мы видели и на стадии драфт, еще говорили на стадии ленинга о том, что контроль довольно мало у Мамм из Боис. С появлением Манта Стайл убить будет практически нереально. На байкат все время нападают. Соник Вейв, прокаст поздновато вешается Орхид. Ну, в принципе, все равно подкидывал там довольно серьезную Салки Бабу. Кто и Фаник, ты должен умирать. Четыре сертифика, где только откатится Фотоплей, этого времени ему никто не там. Просто разорвали его, да? Но в этот момент уже очень сильно подкушал. Куда же мой, Брюмастер прилетел. Брюмастеру нужно уйти, он уходит у Инвиз. Есть у него в бутылке Инвиз. Бежит за Оракулом. Также за Оракулом сейчас у нас побежит... Да, все побегут за Оракулом. У Оракула есть ульта. Он ее не накинул на себя. Брюмастер успевает ультануть. И Оракул погибает. В этот момент кто-то пошел. Убил одного еще, пытается и обзор разорвать. Но Брюмастер здесь его контролит. Конечно, диспелл. И вынужден Антимаг уходить на пленке. За ним до конца в погоню. Кулдаун залетать. Поставить на месте. Вот, пленкаут еще один. Ну вот как ловить? Как ловить? Станы закончились. Ракетка, ракетка летит через всю карту. Со скоростью... Просто огромной скоростью летит ракетка. На самом деле она еле плетется. И, конечно, да. За Антимагом мне явно не угнаться. Резолюшн и просто-напросто убил эту ракетку. Не выходит поймать Антимага. Уже очень плотный, уже статовый персонаж. А контроля как не было, так и нет. Ну и по Нетворцу он очень сильно опережает Герокоптера. Тут вообще та стадия, где Герокоптер должен был доминировать над Антимагом, прошла слишком быстро. Разгон на Секси Бамбу. Но только один из персонажей Мамы Сбоя оторвался от своей основной группы. Тут же его убили. Слишком мобильный пик у Империи. Ничего с этим вообще не могут поделать. Это у нас, видимо... Да, это... Это Чен фармит маленьких крипов. Где его вообще супер большие крипы? Я видел, там есть уже очень полезная ящерица и очень полезный голем. Ну ладно, они по топу идут аккуратненько. И только супер большие, если что, не супер большие. Ну да, ему не хватает шестнадцатого, чтобы еще одного взять на какую-то ауру. Это Дракона, наверное. И тогда у него все вообще будет замечательно. Фулл комплект. И байкат от них пока отбиваться не готов. Ну вот понимательно, мы знаем, как он с флэка пытается их расстрелять. Получается пока так себе. Но еще, скажем, не особо сильно присягует Эмпайр. Поэтому время немножко есть у байкат, но фармит себя хоть что-то. Скорее всего, пойдет какие-то МКБшки, сразу как бы вылечивает свой урон. Ну, как бы там ни было, что-то придумывать нужно с физдпсом. Ну и, конечно, должен им помочь еще будет и обзор своим десварком. Вообще Эмпайр некуда торопиться. У них с каждой минутой антимаг все больше отрывается. И у него еще много свободного места в инвентаре. Он может себе докупать очень-очень много артефактов. В то время как гирокоптер будет явно фармить медленнее. И поэтому у Империи ситуация просто шикарная. Они сейчас и в 5 на 5 не уступают. И вот в такой вот игре лидируют. И при этом сами выбирают, драться им или нет. Ну и, не знаю, вот пытаются зайти на Рошана. Как-то за счет Рошана здесь перевернуть ситуацию Мамы с Бойс. Но Рошана нету. Пока не появился, да. Крепы уже во все на топе у Чена развлекаются. Запушивают линию. Сразу же Чен перепризывает своих крепочков к себе. Ну, в общем, таким вот образом просто не упускает Мамы с Бойс. Там, ребят, ждите нас. Мы рано или поздно придем. Но предварительно, конечно, возьмем, наверное, с Ситки Рошана. И туда вот тоже как раз стягивается Резолюшн. Здесь же рядом No Fear. Кентауэра перехватили. Тауэр теперь импайровский. Ну и Хвост, который тоже держит напряжение противника. Развлекает. Ну, в общем, действительно ситуация очень комфортная у Империи. Непонятно, как Мамы с Бойс переворачивают здесь. Скорее всего, мы увидим из таких вынужденных драк от Мамы с Бойс на Рошане. Когда они прошмут смог, пытаются там назначить борьбу. Ну, Паник все спалил уже. Паник вот уже видит перетяжку противника. Пробегал под инвизом. Прокликал. Стоят очень хорошие варды в Империи вновь. Все, заходит на Рошану, но не по таймингу. Вновь не по таймингу заходит. А Крипы на топе уже пушат. И Рошан появляется ровно в тот момент, когда так, видит хвоста. Возможно, сейчас будет какая-то драка. Запрыгивает Дарксир. Дарксир. Дарксиру нечем зацепить. Вся команда Эмпайр здесь. Крипы заходят по верху. Не надо, да, ретироваться. Нужно просто идти на ТП домой. Ну, следовательно, если они уходят на ТП домой, значит, освобождают Рошана. Ну, Рошан здесь упадет очень быстро. Посмотри, Резолюшн решил кого-то забрать. И обзора. Касками, конечно, откидывается я обзору. Получает Незерстрайк. Команда должна потянуться. Резолюшн уже тут как тут. Соник Бейв. Есть, конечно, Гарден Грифс. И Дэс Барс постоял 0,1 секунду. И сразу же убили этого самого Вич-Доктора. Пошел, те времена. Примастер с прайм-уф-плитом. Нападает на Алошу. Ну, мы на бой там приговорили Дарксира. Хвост развлекает противника дальше. Пока летает в ветрах. Фаник расталкивает тех налево-направо. Нужно его поддержать, наверное. Да, Фаникой здесь вряд ли. Резолюшн тем временем погибает. Гирокоптер его забирает. Фаникой тоже забирают. И размин получается очень неплохой. Слушай, а как Резолюшн-то погиб? Да, Резолюшн, видимо, неудачно как-то блинканулся под Гирокоптера, судя по всему. И его там просто разорвало. В итоге отдают Дарксира и Вич-Доктора на трех героев. Ой-ой-ой, ноуфир получает башню Рошани. Сейчас его увидит Гирокоптер, но цепляйте. Не видел, не видел. Просто не видел. Нет, по-моему, видел, видел. Сразу полетел за ним. Да, видел. Тут чем-то заметил. Вардом. Вард стоит на верхней вот этой вот точке. Да, и Чену здесь конец. Так вот этот вард не мог быть в Рошпитере, а станк полетел, скорее всего. Не, он когда выходил из Рошпита, он заметил и уже полетел. Забирают еще и Чену, это уже минус 4. Опять у нас на ровном месте. Если бы не антимаг, который в этот момент успел заспушить и не дает никуда выйти абсолютно. Могло бы быть все не так здорово. Антимаг забирает вышку. Ну, вообще-то, казалось бы, Драку должны были выигрывать Эмпайр. Но где-то там отдался резолюшн, и все пошло не так, как хотелось бы. Но все равно, то есть антимаг сделал килл. Это плюс. И, опять же, сплитит, опять же, вынуждает противник спичаться на базу. Но! Фук, Пайкат, вместе с Дакски, пришли остаться на Рошпите. Решили этого самого Рошана забрать. Знают об этом. Знают об этом Эмперцам. Сейчас будут застягиваться, навязывать очередную драку. Уже совсем амбу развлекает здесь товарищ Алоша. Хвост рядышком, а на бой у него готов. Готовый Манта-Стайл. Врывается Фаник. Зашел в Рошпит. Его стол уже здесь. Фук. У него нет правил сплита. И Соник Бэйв на всем пролетает. Все, Герокоптер забрать. Айгес, моментально, этого Айгеса лишается. Если брамбу поставил, ассеншеснуть не успел, тоже минус. Герокоптер сейчас появится. Нужно его встретить. Да, встречают его очень хорошо. Не выпускают из Рошпита. И там тоже очень быстро забирают. Но остается только Хуху, у которого сейчас откается Праймал Сфит. Но, скорее всего, он до этого уже успеет погибнуть. Да, замедляют. И растерзали. Ну, просто развалились здесь, конечно, игроки команды Мамос Бойс. Все очень здорово сделали Эмпайр. Зашли, разобрались. Несмотря на то, что Герокоптер забрал Айгес, это минус 4 и очень быстро переходит в пуш. Нужно, наверное, будет байбэкаться всем. И подождаться сбиться. Да, байбэкаться на паттл река, там, хвост поп занервничал 5 раз в режима АЛТС, замес, который длился там полминуты. Он еще бабочку сел в там замесе купить параллельно. Ну, там все круто. Денег, конечно, не очень много. Посмотрите, на имуэнус ворс 20 тысяч. Время, что Герокоптер тоже 12 для сравнения. То есть, ну, реформ жесткий. Зашел, опять-таки, фаник, просто по чужим территориям гуляет. А тогда, типа, надо как-то противника и желательно без потерь. Для мамы с боями, либо байбэков у них нет. Ну, и, вроде как, пока это удается. Хотя хвост уже снизу встретит. Нет, нет, очень все плохо сделали. Потратили вардвич доктора в никуда. Хвост бьет вниз. Заходят по миду и боятся встречать ни с той, ни с другой стороны. Сверху еще крипы поджимают. Могут понять, что делать. Аркфир просто погибает. Соник Вей его там разорвало просто. Ну, да. Как хотят развлекаться здесь с Эмпайр, причем делают это даже без Молфира. С его непосредственного участия. Ну, что тут сказать. Очень хорошая пика у Империи. И реализация тоже была на уровне. Здесь уже, я думаю, можно сказать, что... Удгейр практически хвост. Как же и пусают. Нет, все. Ну, и, следственно, Алоша тоже будет. Спасибо форстафу Алохи, который отправил его под 4-4 ТВРА. И Алох в итоге тоже из-за этого может погибнуть. Да, прилетает ракета. Дэмэджи явно ему нанесут больше, чем он успеет отхилиться. Собственно, бам. Заканчивается ультимейт, его разрывает. Смогли более-менее хоть кого-то убить. Правда, потеряли еще один милишный барак. И, в принципе, Эмпайр действовали очень-очень расхлябанно вот в этой драке. Потому что уже понимают, что преимущество у них огромнейшее. 20 тысяч по золоту. Где-то столько же по экспириенсу они ведут. И самое главное, очень много бараков нас носили. Гирыч тоже бабочку купил. А что делать? Ну, надо, судя по всему, ребятам из Мамбукойс просто улынить. Ну, идти по миду и надеяться там на чудо какое-то, что периодически будут коргерой Эмпайр выкупаться, отдаваться и потом вновь отдаваться. В общем-то, это, по-моему, единственный путь для победы. Но Паник уже все это увидел, разогнался, пошел на Секси Бамбу. Знают, Эмпайр, чем занимается сейчас Мамбукойс. Смотри, как я обзору сюда в тялен, и поставили в отец и компанию. Нет, что это делают вообще-то? Где Империя? Им ломают базу и не хотят боевых играть. Не хотят боевых играть, что тут антимага. Без него драться они не полезут. И Паник стоит. Он опять-таки разгон берет, пытается располкать противника, берет на самого дальнего. Он вакуум его стягивает, неплохо, поцентричит, он хук дает клэп. У Паника проблемы будут небольшие, ну, довольно толстый персонаж с Сильвер Реджем. Там еще и получает бафы какие-то от этого Оракла и благополучно выживает. Да, выходит хвост и уже драться тяжеловато. Нужно разбегать уже, Мамбукойс. Не просто просят, Бук зашел, да-то сразу заезжает правил сплит. Пытается развлекать, судя по всему, противника, дает в резолюшн Йоул. О, окей, не страшно, в принципе, Паник зашел. Так, за проблему, Соник Вейв получает, сакс, да, погибает очень быстро Дазл. Из Крейм остаются ребята из Мамбукойс, но Фир зашел прямо под герокоптера, погиб тоже, минус так же еще и хер. И у него не сможет, а теперь мы с Кургером расправляемся ребятам из Мамбукойс. Манобойк, Керзора, не самый удачный, хвост. Форстафует его на хайграунд, неплохо хвост будет жить, хвост уходит. Ой-ой-ой, хвост, Критули, Брюмастер пробивает ему, очень неудачно начал делать ТП. В итоге Брюмастер остается один, бежит ему на помощь Дарксир, пытается спасти, дает Сурж, Брюмастер начинает бить Венов Пейн, пытается найти ее, очень много пасается у Брюмастера, его нужно добивать, добивает его, все-таки, встреча с пылом. Алло, Алло против двух героев команды Мамбукойс, не важно, это, потому что снизу Крепычем разошли и сломали уже барак, и сломают второй барак. Брюмастер вынужден байбекаться, да, погоня, там еще какие-то драки продолжаются, нужно спасать паузу, ребятам из Мамбукойс, и обзор вынужден делать ТП-аут. Там, на это пуш остановлен, паник идет, кого-то, что-то не остановить, о, остановлюет Пайката, и можно его убивать, Резолюши все время не справилась, что уже с Даззлом, и Пайкат откидывается кулдауном, вряд ли его это будет спасать, Резолюши ныряет дальше. Дротти кидает в спину Пайката, Пайкат замедлен, хвост рядышком. Представляется, Сибамул, Гарли Гримс дает спасать еще своего тиммейта, слушайте, боже мой, Брюмастер уже здесь, нет, в итоге падает Гирокоптер, Брюмастер дает Саленс, но у него в любом случае нет ультимейта. Это Дарксир без стенки, просто телепортил на базу подгейм. Это просто мега-крипы, крипычены сделали свое дело. Ну да, опять же, несмотря на то, что немножко себе Эмпайр придумали приключения в конце, привычка была такой большой, что уверенно довели до победы, и в очередной раз антимаг побеждает в доту. И, в общем-то, это было, по-моему, видно еще на стадии пика, что если Эмпайр не просядут в начале, то все у них получится в этой игре. Ну и, собственно, получают первое очко. Да, многое-многое, конечно, зависело от того, как действовали бы мидеры у нас, Резолюшн против товарища Хука, и в итоге вышло так, что Резолюшн оказался везде просто. С первых минут приходил на нижнюю линию Гангл, на топе был весьма успешен в минду, Линиусу выиграл Брюмастера. А Брюмастер получил уже свой блинг, причем не самый быстрый, и реализовать его не смог.